Даже в современной и продвинутой столице европейского государства, предлагающей молодым десятки возможностей, некоторые члены общества попадают в сложные жизненные ситуации и остро нуждаются в поддержке этого самого общества. Особенно необходима помощь молодым людям с трудностями поведения, которые из-за превратности судьбы уже оказались или в скором времени отправятся в учреждения закрытого типа. Но вернуть к нормальной жизни такого трудного подростка, по мнению специалистов, еще возможно. Во всяком случае, нужно попытаться это сделать. И главное в этом вопросе правильный и, что особенно важно, индивидуальный подход. Дом семейного типа для молодежи как раз и будет предоставлять помощь и поддержку, в которой так нуждаются так называемые трудные подростки. Здесь будет 4 места для подростков от 14 лет, у которых есть проблемы с поведением, с агрессией, с учебой, которые не справляются в коллективе. Это такая профилактическая возможность перед тем, как ребенка определяют в закрытое учреждение учебное. Конечно, мы не хотим, чтобы дети вообще попадали в закрытое учреждение. Это на самом деле то место, где не должен находиться ребенок. Зачастую у таких ребят нет именно чувства дома или семьи, где их любят и ждут. Особый подход специалистов, условия проживания, максимально приближенные к квартире семейного типа как раз и призваны сделать все, чтобы ребенок смог вернуться в общество полноценным его членом. Причем, каждые полгода устанавливаются цели, разрабатывается индивидуальный распорядок дня и определяются варианты организации досуга, который интересен именно этому юному созданию. И у которого прежде редко спрашивали, чем бы он хотел заняться в свободное время. Во всей Европе сейчас активно разрабатывают принцип вовлечения непростых подростков. Ведь очень часто такие дети готовы, например, к самостоятельной творческой деятельности. Но в прежнем коллективе на них стоит клеймо трудных, неспособных к инициативности и активности. Но этот стереотип умелые педагоги, а такие собрались в этом доме, постараются разрушить. Конечно, это дети очень сильно травмированные, им нужна помощь. Дети, которые не знали, скажем так, обычной детской жизни. Дети, которые к своему возрасту пережили гораздо больше, чем некоторые взрослые. И здесь у них будет возможность обрести нормальную жизнь. Планируется, что этот дом, отличающийся особым подходом и большим штатом сотрудников, будет не последним. И хочется верить, что все усилия города по ресоциализации молодых людей не пропадут даром, и ребята смогут найти свой верный путь в жизни. Вадим Малышкин, Лиза Тупиц, Андрес Лорент. Новости Таллина. 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 Новости Тал